как там погода с утра шел дождь а что вообще в мире делается стабильности нет со слушателями школы видения мы разбираем несколько таких типов современных родителей начиная от самых простых я тебя должен выкормить ты должен закончить школу ну а дальше ты пойдешь своей дорогой заканчивая более сложной моделью где родители считают что они должны дать своим детям такую лоцманскую карту семи пунктов здоровья связи статус образование библиотеку жилье и вот следующий пункт самый непонятный вооружить таким планетарным мышлением в школе видения между понятием планетарное мышление и геополитическая рамка мышления мы ставим знак равенство почему это исходит из тех вещей которые в единстве рассматривает геополитика геополитика рассматривает географический фактор исторический политический военный экономические технологические идеологические временной пассионарные демографические ну и многие другие что в своей совокупности и определяет потенциал государства а если эти вещи изучать и брать себе на вооружение в жизнь то получается что эти вещи знание этих вещей будет определять потенциал каждого человека все становится более понятно если брать во внимание одну из таких непреложных истин которые нас вооружили еще в далеком советском союзе военно-морском училище и это истинно гласила история развивается по спирали что означает что все что было в истории неизбежно неумолимо будет повторяться и в будущей нашей жизни познакомиться поверхностно с тем что такое геополитика когда появилось это понятие кто такой механ макиндер хаус хоффер николай яковлевич данилевский какие были основные геополитические позиции великобритании соединенных штатах в америке германии россии можно понять перейдя по ссылке в правом углу и посмотреть очень простое видео которое так и называется геополитика за 6 минут ну а мы с вами сосредоточимся на трех основных ресурсах на трех основных идеи согласно сценарию нашего видео и 1 это сила примера в правом опять же верхнем углу появятся по очереди две ссылки первое это ролик который называется урок первый письма к сыну филиппа дормера стен хоупа честерфилда в котором политик занимающий тяжеловесную должность в английском правительстве пишет письма своему сыну и объясняет зачем учить историю в двух словах по его мнению учить историю нужно для того чтобы найти в себе в наставнике в такие ориентиры людей которые прославлены в истории человечества чтобы не сбиться с пути вторая ссылка которую вы видите она о том же осили примера но это ролик сенсация на петербургском международном экономическом форме 21 года в лице книги кристалл роста александр сергеевича галушка министра по развитию дальнего востока в котором он собрал факты доселе не фигурирующие вместе которые говорят о кульминации русской истории достижения нашего советского народа мы приводим целый ряд документов у себя в книге они ранее были совсекретны сейчас они рассекречены осознать грандиозную эпоху развития нашей страны и говоря таких прямых измеримых результатов может только восхищаться величием замысла гениальностью воплощения и качеством той государственной деятельности которая была реализована и в результате с с 29 по 55 год наша экономика выросла в 14 раз такого рода рост экономики является в мире рекордным в двадцатом веке это рост продолжительности жизни людей на 26 лет численность населения страны увеличилась на 46 миллионов человек а рост реальной заработной платы за этот период составил более четырех раз рост производительности труда снижение сдержек материальные стимулы конкуренция вложения в новые отрасли новые предприятия новые производства больше 18 процентов каждый год конечно у вас экономика будет расти к с привлечением лучших мозгов мира мы одновременно выращиваем отечественную инженерно-технологическую школу одновременно мы систему образования и науки отечественную восстанавливаем и где-то через семь-десять лет мы выходим уже на уровень лучших образцов техники лучших образцов технологий а в европе и в мире то есть это опять же ориентир или сила примера для современника чтобы не потеряться в современном мире чтобы докопаться до причины до идеи какая идея была заложена в основе которая дала такой взрывной рост вторая идея которую мы глубоко копаем со слушателями школы это изучение базиса фундамента современного экономического мироустройства по какой лоцманской карте вообще работает механизм скрытые для глаз постороннего наблюдателя этим необходимо вооружиться для успешного ведения своего бизнеса и третья идея которая заложена в изучении этого блока геополитика которую получит будущая группа которая будет заниматься в школе с 25 августа это те события которые произошли в двадцать втором году и тип события которые ознаменовали окончание не менее 400 летнего этапа жизни нашего российского государства и которые положили начало абсолютно новые эпохи эпохи или эпохи когда мы должны опереться на собственные силы учитывая все вышесказанное мы можем сделать вывод и назвать три главных причины зачем человеку заниматься истории зачем изучать геополитику и так первое раз история человечества идет по какой-то спирали и бесконечно все повторяется то человек который изучает и понимает эти законы он с большей уверенностью может смотреть в завтрашний день второе исходя из вышесказанного понимая эти законы вы можете с большей долей вероятности навести порядок своей жизни и вооружить свою семью вооружить свой бизнес или свою общественную деятельность и третье это сила примера сэмэл смайлса и она говорит о следующем что разбираясь в каких-то прорывных событиях которые осуществил наш народ или какой-то другой народ разбираясь в первопричинах в идеях которые лежали в основе а можно эти причины идеи техники и технологии взять на вооружение в свою жизнь кстати этими причинами очень охотно вооружаются а жители америки жители европы и мы с таким историями знакомим наших слушателей вооружаясь обратно тем опытом который наработал наш русский наш советский наш российский народ перейдя по ссылке к этому видео на наш сайт можно оставить свои вопросы или записаться на первый бесплатный урок нового курса который пройдет 25 августа в 19 часов по московскому времени